Евгений Олегович, добрый вечер. Привет, дорогая. Мне так приятно, что ты меня отбила у своего мужа. Это красота. В долгих продолжительных боях, но у меня это получилось. Его и так много, давай мы с тобой без него. Ну я уже соскучилась, я вам честно скажу. У нас с вами последняя наша программа была, не знаю, больше года, наверное, назад. А теперь мы вдвоем. А голодный Гордон ходит кругами вокруг. Он завидует. Да, пусть завидует. Иди завидуй. Вот на этом мы и начнем наше интервью. Вот скажите, за последний год, как ваша жизнь лично поменялась в связи с тем, что в мир пришел коронавирус? Ну, как она поменялась? Мне стали задавать много вопросов про коронавирус. Это раз. Мы сосредоточились, как бы убедились в том, что львиная доля работ связана с темой коронавируса. Хотя я лично для себя был уверен в том, что я для себя лично закрыла эту тему к концу апреля. Ну, то есть, фактически те ответы на вопросы, которые я записал, ответы там почти 300 или даже больше ответов на вопросы по поводу коронавируса к концу апреля у меня были готовы. И я решил, что как бы, ну все, ребят, я вам все рассказал. Берите, пользуйтесь. Потому что та инструкция по самоспасению, которая сейчас там имеет более 6 миллионов просмотров в Ютубе, которая как бы до сих пор, она абсолютно актуальна. Она была записана в апреле. Можете пользоваться сейчас. Все это работает. Ну, как бы принципы. Как обойтись, как жить в ситуации, когда тебе никто не может помочь. А это же ничего не меняется. Поэтому моя жизнь в основном пришла к коронавирусу. Ну, вот и все. То есть, вы хотите сказать, что начиная с апреля вы уже ничего нового о коронавирусе не узнали? Принципиально новое, что я узнал, касается исключительно темы вакцин. Тут много новой информации. Появились какие-то прикладные результаты. И началась вакцинация. И с этим связано сейчас, конечно же, много вопросов. Но главным образом, вот, речь идет об этом, конечно же. Хорошо. Вот как раз о вакцинах давайте поговорим. Вы лично будете вакцинировать? Обязательно. Более того, я привьюсь. Все мои сотрудники привьются. И вообще все люди, которые мне доверяют, если у них будет доступ к адекватной нормальной вакцине, они привьются. А к какой вакцины? На сегодня? А у нас что? На сегодня есть выбор вакцины, которым есть доступ. И о которых есть достоверная информация об их качестве. Где у нас доступ? К AstraZeneca, к Moderna, к Pfizer. Где у нас доступ? Ну, нет пока. Поэтому сейчас для любого жителя нашей страны вакцинация – это теория. Она не вышла в прикладное русло. Исходя из того, что вы знаете, если бы у вас была возможность, какой бы из вакцин... Пфайзером. Сейчас Пфайзером я привился мгновенно. Вот мгновенно. Хорошо. Тогда я вас спрошу о тех опасениях, о которых мне говорят некоторые даже доктора. Это не только там в Фейсбуке эксперты пишут. Правда ли, что вакцина от коронавируса, она первая в мире, которая разработана как генно-модифицированная, которая влияет или вторгается в человеческое ДНК? Первое. Ни одна генная модификация не вторгается в человеческое ДНК. Это чушь. Если вам кто-то с дипломом врача сказал, что это первая вакцина генно-модифицированная, то это вообще не врач. Хотя бы потому, что, например, вакцина от гепатита B, которая миллиардами доз применяется уже десятки лет, и которая фактически прекратила во многих странах эпидемию гепатита B, это генно-модифицированная вакцина. И наши все дети, которые идут по стандартному календарю вакцинации, получают и твои дети привиты от гепатита B вакциной генно-модифицированной. Это вакцина от гепатита B. Поэтому я вообще не понимаю, что тут комментировать. У нас просто, вы понимаешь, какая те врачи наши, даже врачи, даже врачи в нашей стране лечат гомеопатией, противовирусными препаратами, фуфломицинами, лечат вирусные инфекции, антибиотики, назначают при коронавирусе по три антибиотика, и это все люди с дипломами о высшем медицинском образовании. Поэтому, когда мы говорим, что у нас в стране мало врачей, то вы даже не представляете, насколько у нас мало врачей. И все эти, кстати, врачи, которые рассказывают про генномодификацию, которые борются с вакцинацией как таковой, которые лечат гомеопатией, которые получают откаты за лечение фуфломицинами, они всеми фибрами своей души ненавидят доктора Кабаровского. И все как бы. Поэтому, что я тебе тут могу сказать? Хорошо, ну то есть давайте, чтобы закончить тему с вакцинами. Вакцина от коронавируса с точки зрения разработки или формата влияния на человеческий организм не отличается от того, что уже было. Нет. Правильно? Неправильно. Вот, например, та вакцина китайская, о которой идет речь, вот вы слышали, да, что Аликхим там заключает. Эта вакцина очень похожая, похожая на те вакцины вот от гепатита, от гриппа, которые есть, от инактивированная классическая вакцина, она очень похожа. Единственное, что она так быстро появилась у китайцев, потому что китайцы разрабатывали вакцину к коронавирусу, вот тому, SARS, 2004 года. И она была почти готова к SARS, и они ее чуть изменили и сделали под COVID-19. Поэтому сейчас китайцы. А что касается вакцин, например, просто вот видишь, в чем беда? В том, что мы не можем населению страны рассказать, какая разница между вакциной. Какие они бывают. Потому что для населения, что Sputnik V, что Pfizer, что Moderna, что AstraZeneca, все это одно и то же. Понимаешь, ну, кто вот сейчас, ну, хорошо, я тебя спрошу, я тебя вот, нашего друга, который сейчас стоит перед камерой. Я спрашиваю, что, ребята, вы понимаете, какая разница между mRNA-вакцинами и векторами? Если я вам расскажу, что Pfizer и Moderna, это mRNA-вакцин, которые вот, которые фактически появились, потому что разрабатывались очень серьезные технологии, как с помощью вакцин лечить онкологические заболевания. И немецкая фирма BioNTech была лидером разработок. И поэтому им удалось, используя эти разработки, создать вот эту mRNA-вакцину. То есть на основе разработок вакцины против рака. Различных, да, онкологических заболеваний. Это была немецкая фирма, кстати, созданная выходцами из Турции, как это ни парадоксально. И фактически BioNTech заключила договор с Pfizer. Чтобы Pfizer взял на себя только клинические испытания и маркетинг. По сути, политическое прикрытие, да? Да, защиту, регистрацию. Вот это взял на себя Pfizer. И сейчас, когда все говорят Pfizer, 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 там Pfizer. Как интересно. Вот мозги и все остальное, а там немецкий. Это mRNA-вакцина. Суть ее состоит в том, что молекулы РНК в особой нано-жировой пленочке попадают в организм. Короче говоря, это очень сложно даже просто объяснить. И она в самом организме человека начинает производить один из белков вируса. То есть человек сам производит в своем организме белок вируса. И тут же в огромном количестве на него вырабатываются антитела. Такой технологии никогда в медицине не было. Вот это вот вакцина Pfizer и вакцина Moderna. Она из той же технологии. Это mRNA-вакцина. Просто там сама РНК и жировая пленка, в которой находятся они, они очень нестабильны. Поэтому и надо очень низкую температуру. Вот с этим эти связаны. Ну вот такие вакцины. А когда мы говорим, например, про Астрозенека-вакцина, Оксфорд-Астрозенека или Спутник-ВИ. Это вообще другая. Это вообще другое. Это уже аденовирусные, так называемые, векторные вакцины. Где структуру обычного аденовируса, которым болел практически каждый человек, встроен как вектор, фрагмент коронавируса. И мы вырабатываем к нему иммунитет. Но тут есть опасность. Какая опасность? Опасность в том, что если ты болела аденовирусом, у тебя есть к нему антитела, то ты нейтрализуешь эту вакцину. Поэтому используются редкие аденовирусы. Или как в Спутник-ВИ, там две дозы. Одна доза один тип аденовируса, вторая доза второй тип аденовируса. Это увеличивает вероятность того, что это будет не и будет инактивировано. Представляешь, как интересно. А астрозенок, это вообще аденовирус шимпанзе используется и так далее. Короче, понимаешь, какая ситуация? И когда я практически всем каналам, блин, этой страны говорю, ребята, давайте, давайте заключим контракт. Я буду работать, я буду просвещать население. Им это нахрен, всем не надо. Понимаешь? Им надо что угодно. Понимаешь? Обсирать друг друга, выяснять отношения. Понимаешь? Информация никому не нужна. Не нужна? Идите в жопу. То есть, чтобы стараться, все. Понимаешь? Вот, понимаете, какая ситуация? Поэтому, ну и ладно, хрен с вами. Я вам всем предложил. Понимаешь? Всем. Они молчат, как рыбы. Понимаешь? Молчат, как рыбы. И меня это угнетает. Почему? То есть, понимаешь, какая ситуация? Я? У меня на сегодня по соцсетям, ну что тебе рассказывают? Там 13 миллионов подписчиков. Я им говорю, каналам Украины. Говорю, ребята, я готов сотрудничать. Потому что людей надо учить базовым вещам, как выживать в этой ситуации. Они никому не интересны. А вы понимаете, что ни один украинский телеканал не может тягаться с вашей аудиторией, с размером вашей аудитории? Есть огромная аудитория бабушек, теток зомбированных, которые сидят, уткнувшись в телевизор и глотают фуфлами цены. Все меньше и меньше. Ну, ну что, так что, пусть умирают? Ну, вот и все. Нет, нет, нет. Ладно, проехали, моя дорогая. Ну, мы поговорим о соцсетях. Мы поговорим отдельно обязательно. Вы мне только единственное, что скажите. Ну, российская вакцина же самая неисследованная. И учитывая то, даже я сейчас без политики, но учитывая то, что они не прошли третью фазу, они дали так мало людей, которые, собственно говоря, на которых это все испытывалось, ученые с именем, ну, никак не могут признавать эту вакцину более-менее какой-то состоятельной. Ну, не зря же ни одна страна мира цивилизованная. Я тебя услышал. Первое. Я, конечно, не ученый, как ты понимаешь, с мировым мнением, но свое мнение у меня есть. Я ненавижу, когда любой лекарственный препарат приписывается к какой-то стране. Для врача лекарства делятся на которые лечат, которые не лечат. Это моя базовая... Вот давайте поговорим про лечит или не лечит. Спутник ВИИ. Я допускаю, что это очень хорошая вакцина. При этом, допуская, понимая, как реализуется международный маркетинг в российской фармпромышленности, я понимаю, что они могли просрать, простите, все, что только можно. Понимаете? То есть, почему... Ну, если это такая хорошая вакцина, а что же они данные не дали свои? Правильно. Просто они открыли все, не дали свои сведения, не дали количество людей, не дали все этапы. Пожалуйста. Есть ответ на этот вопрос? У меня нету. Они сказали... Значит, это хреновая вакцина. У меня есть ответ, потому что она не действует. Первое предположение – это хреновая вакцина. Второе – люди ответственные за информационную политику. Учитывая то, как работает Роспропаганда и сколько денег тратится, это как раз хорошая у них, как это, сильная их сторона. Я думаю, что все люди умело умеющие манипулировать находятся в политическом поле. Они все там. Понимаете? Если бы надо было навешать лапшу про... Короче говоря, главное для меня, действительно, я на сегодня не могу рекомендовать своим зрителям «Спутник Ви» не потому, что это российская вакцина, а прежде всего потому, что у меня нет нормальных цивилизованных протоколов, статей, по которым я бы понимал, как это все проходит испытание. Поэтому я допускаю, что есть определенные проблемы. Опять-таки, смотри. Это, кстати, очень важно. Вот смотри, я сейчас тебе объясню тему, которая, на самом деле, для нас очень актуальна, для Украины. Вот смотри. Россияне сказали, когда только презентовали эту вакцину, что они к Новому году привьют 30 миллионов человек. Они сказали. А привили меньше миллиона. Значительно меньше миллиона. Что должно в такой ситуации произойти? Как это в соцсетях шутят? Догнать не могут. Страна большая, люди разбегаются. Так вот, с моей точки зрения, если вы что-то декларируете, а у вас это не получается, то что надо сделать? Либо рисовать статистику. Либо спокойно объяснять, либо объяснять людям. Вот смотри. Меня тут... Я вот что могу сказать тебе. Почему мне не нравится, когда власти любой страны принимают любые решения, не объясняя их сути и смысла. Понимаешь? Я считаю... Вот смотри. Например. Вот я, как вы знаете, живу в Харькове. Да? Вот вы назначили губернатора в Харьковскую область. Вы, товарищ президент, вы назначили губернатора в Харьковскую область. Прошло несколько месяцев. И вы убрали губернатора из Харьковской области. Вопрос. Почему вы убрали губернатора из области, где живет 5 миллионов человек? Еще раз говорю. Люди, 5 миллионов человек, которым вы поставили своего губернатора, а потом его убрали. Они заслуживают того, чтобы вам сказали, этот губернатор убран нами, потому что он, а, не справился, совершил ошибки, вовремя не поделился, сказал что-то не то. Оказался, если он плохой, кто ответил за то, что 5 миллионов людей управлялись неадекватным специалистом? Вы поставили другого специалиста. Может быть, он в тысячу раз лучше. Причем мы достойны, 5 миллионов человек хотят, имеют право знать, что вы... То есть, в любом случае, вы лохи. Понимаете, лохи. Вы настолько неуваживаете. Кто как вас после этого будут уважать? Ну, кто вас будет уважать? Но самое интересное, что когда при Порошенко было же то же самое. Когда был губернатор, который мы сняли, поставили второго. Ну, дальше. А дальше возвращаемся к коронавирусу и политике. Только в мировом хочу ключе поговорить, глобально. Вот скажите, уже прошел почти год, мы уже можем на расстоянии что-то оценивать и смотреть. Адекватна ли жесткость карантинных мер, жесткость экономических мер в разных странах мира коронавирусной угрозе? Адекватно ли вот эти все вот такие локдауны, такое, собственно говоря, убийство своих экономик, свобод граждан, тому вызову, который стал коронавирусом? Применительно к цивилизованной стране, которая находится в лидерах, условно говоря, для стран Евросоюза, для Канады, для США, где, по крайней мере, по их декларациям, каждая человеческая жизнь бесценна и так далее. Все мероприятия однозначно оправданы. В странах, которые считают каждую копейку, ну, что еще не успели украсть, да, любые ограничения – это перераспределение ресурсов. Там взяли, вот теперь надо понимать, допустим, да вот мы ввели локдаун. Для этого, когда мы вводим локдаун, то люди, опять-таки, достойны того, чтобы с ними разговаривали. И им надо показать статистику. Мы считаем, что, закрыв вот эти предприятия, вот не работая столько-то времени, мы сможем спасти столько-то человеческих жизней. Это, причем, кто это должен сказать? Должна сказать Академия медицинских наук, которую мы содержим за наши деньги. Мы им платим очень прилично, ну, по крайней мере, раза не существуют. Им же хочется, это раз. И после этого другие, опять-таки, они же нам должны сказать, во сколько нам обойдется, да, закрытие вот этих предприятий, сколько их обанкротится и так далее, и так далее. То есть, мы должны принимать цену. Это не я должен сказать, не ты. Для этого мы содержим в стране ученых, которые должны давать ответы на эти вопросы. Другой вопрос, еще раз говорю, надо прекратить практику рассматривать население страны как быдло. С населением страны надо разговаривать. Объяснили. Какая мысль интересная. Но вы понимаете, когда я слушаю выступления политиков, бэкающих наших, они все именно говорят, вот как, ну, я не знаю, как с кем. Ну, вот правда, дети мои. Ну, вот правда, мне стыдно. Мы сейчас про локдаун наш поговорим. А еще, мы еще не начали, да? Нет, 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 я хочу продолжить вот эту затронутую нами тему. Вот смотрите, ну, тогда по логике, вот если говорить про локдауны вот эти мировые, неправильно было бы ограничиться просто более не такими жестокими мирами, там, ношение масок, дистанция, дезинфекция рук. И те деньги, которые мы сэкономили или, ну, не забрали ниоткуда, в связи с тем, что не ввели локдаун, просто бросить в медицину. И таким образом лечить или сохранять и так далее, и так далее. Особенно для страны, с учетом нашей страны, когда шансов, что мы получим нормальную вакцину быстро, немного раз. Во-вторых, как только мы получим вакцину, как только мы получим вакцину, если ее будет достаточное количество, тут же, ровно через, вот послушай меня, увидишь, через две недели после появления вакцины, сейчас все орут, что мы остались без защиты, без вакцины, как только появится вакцина, все начнут кричать, что нас начали чипировать, это заговор международный, все хотят нас поубивать и так далее, и так далее. Посмотри, они же, у нас же каждый день сейчас, каждый день рассказывают, после прививки вакцины в Файсборфинляндии умерло два человека. Там-то умерло, в Израиле, о каждом, понимаешь, прививают, прививают тысячами, в Израиле десятками тысяч прививают население 60+. Ну понятно, что среди населения 60+, кто-то умирает сам по себе, потому что ему сам Бог велел помирать. Ну хорошо, давайте по мифам сразу, по вакцинам пройдемся. Вот то, что больше всего беспокоит народ, вот ту часть, которая говорит про чипы, или еще о чем-то, они говорят, хорошо, но реально же вакцина эта настолько молодая, что в разбеге год, два, три, пять, десять, мы не знаем, что после этой вакцины в организме человека начнется, начиная от онкологии, заканчивая репродуктивными функциями и так далее. Послушай, все же, вся вакцинация, вся вакцинация, Ну разбейте эти мифы. Да ради бога, любая вакцинация, это соотношение рисков. Понимаешь, ты боишься коронавируса, и ты боишься вакцины. Логично. Ты выбираешь, что тебе... Так, я же не знаю, какие побочные эффекты у вакцины через пять лет. А по коронавирусу, ты знаешь, побочный риск коронавируса – это смерть. Через пять лет тоже есть. Это смерть. Вот сейчас у коронавируса есть такой побочный риск смерти. Ты знаешь, сколько семей распадется, просто потому, что человек пожизненно или там на годы потеряет обоняние. Или у него извратится, ему жена будет пахнуть по-другому. Ты считаешь, это хихоньки, это для кучи народа трагедия. Да я не смеюсь. Понимаешь? Потому, что по огромной количеству данных, до 50% браков постельных держатся только потому, что вас устраивает, как вы пахнете. Да вы что? Да, оказывается. Понимаешь? Ну, потому, что если рядом с тобой мужик, который тебе воняет, ты с ним жить не будешь, даже если он сильно умный. Понимаешь? И все. Так вот, коронавирус испортит многое для всех. И так далее. Короче, ты соотносишь риски. Это раз. Второе. Вот ты перенес коронавирус. Ты знаешь, как надолго после коронавируса иммунитет? Никто на сегодня не знает. Три месяца, пять. Никто толком не знает. После вакцины это та же самая ситуация. Никто толком сейчас не знает. Да. Поэтому, когда идут полноценные исследования, да, то тогда ждут там пять-семь лет, чтобы сказать, как долго. Так вот, на сегодня, однозначно следующее. И это не вызывает никаких сомнений. Что у привитых образуются антитела. Антитела образуются в количестве большем, чем после перенесенного заболевания. То есть, теоретически, по крайней мере, поствакцинальный иммунитет сильнее, чем иммунитет после перенесенной болезни. И так для многих инфекций есть на самом деле. Ну, например, для такой болезни, например, как, ну, та же дифтерия. Например, там поствакцинальный иммунитет сильнее, чем после перенесенной болезни. И таких болезней много, не в этом даже дело. Это первое. Второе. Риска вакцины пока непонятно, в чем они. Ну вот пока, по тому, как мы понимаем механизмы действия РНК вакцины векторных, мы не понимаем, в чем там могут быть супер отдаленные риски, последствия. Нет, мы пока этого не видим, не понимаем. Я могу сказать следующее. А. Для человека из группы риска, для человека, повторюсь, из группы риска, то есть 60 плюс раз, наличие фоновой патологии, неврологической, сердечной, сахарного диабета, лишний вес и так далее. Для таких людей риск вакцинации однозначно меньше, чем риск коронавирусной инфекции. Все. Поэтому я считаю, что молодой, здоровый человек вне группы риска, скорее всего, я ему скажу, как хочешь, я твое желание. Если же человек из группы риска, я однозначно буду рекомендовать вакцинацию. Хорошо. Вопрос. Сейчас можно говорить, что Украина провалила закупки вакцины от коронавируса? А что, Украина что-то закупила? Украина что-то закупила? А почему не подготовились? Почему? Ну, в смысле? А потому что, вот смотри, например, Украина бы взяла и заплатила бы, например, Пфайзеру какие-то деньги. Ну, вот заплатила бы миллиард, перевела бы им миллиард долларов и законтрактовала вакцину. А Пфайзер бы провалил испытания. К примеру. Что бы было? Да вы бы первые, все СМИ бы кричали, чтобы просрали наши народные деньги. У нас все боятся принимать решения. Ну, а как надо было действовать? Вы бы как действовали в этой ситуации? Ну, смотрите, деньги же в ковидном фонде есть. Например, давайте из этого отталкиваться. Это не то, что в Украине. Хорошо, я бы, я скажу, я могу тебе сказать, что бы делал я. Вот если я, например, опять-таки, кем я должен быть, чтобы решение... Вы руководите медициной. Нет, если я руководитель медициной, у меня нет никаких денег, ничего. Я руководитель медицины в стране не может уволить главного врача. Какие у него? У него нет денег. Хорошо, вы президент Украины. Это другой вопрос. Если я президент, я собираю Совет национальной безопасности и обороны, как его председатель. И говорю, ребята, на сегодня у нас есть информация о том, что в разработке коронавирусной вакцины в лидерах три компании, Модерна, Пфайзер, Астразенка, я предлагаю информировать население страны о том, что мы с вами принимаем решение законтрактовать 8 миллионов вакцины. Почему, опять-таки, мы считаем, сколько нам нужно доз. Мы говорим о том, что мы, а, включаем туда все население старше 60 лет, мы туда включаем всех медиков, все группы риска, да, дальше мы примерно понимаем, чтобы из оставшихся еще там 20% населения желательно привить. Мы эту сумму, надо посчитать. И пояснится, что нам нужно, допустим, привить 8 миллионов человек, это, соответственно, 16 миллионов доз. Мы законтрактовали и всем людям об этом сказали мотивы, почему мы принимаем это решение. Все. Поскольку мы, друзья мои, говорю я, как президент, или как председатель Совета национальной безопасности, не знаем, это я говорю в апреле, мы не знаем, чем закончатся все испытания, то мы решили диверсифицировать риски, и мы закажем 4 миллиона доз вакцины AstraZeneca, 4 миллиона Moderna, 4 миллиона Pfizer. Вот мы принимаем такое решение, потому что и объясняем логику принятия этого решения. Вот так это должно быть. Ну, это я так это понимаю. Но можно же как сидеть? Сидеть и понимать, что, а что, а ты же президент, ты же к Минезине отношения не имеешь вроде, зачем оно тебе надо. Пусть кто-то принимает решение, он же и окажется в дураках. Но зато никто не рисковал. Никто же не виноват в том, что он купил не ту вакцину. Вообще никакой не купили. Ля-ля-ля-ля-ля, что такое, я как-то задумывался. Очень плохо это. В стране кто-то должен принимать решение. Но это же ужасно. В стране должен быть институт советников нормальных, которые что-то понимают. Кислородные концентраторы не закупили. Я делала интервью недавно с Кириллом Тимошенко, который сейчас один из ближайших соратников президента Владимира Тимошенко. Я видел это твое интервью, и мне очень понравилось, как он рассказывал о том, как они сейчас занимаются кислородом, и я пытаюсь понять. Ну, так он признал. Я говорю, Кирилл, скажи, почему не хватает кислорода? Почему? Ну, можно же было станции сделать, в больницах поставить за это время, за лето? Можно было концентраторы? Олеся, скажи мне, пожалуйста. Он говорит, ну, вот, да, из-за того, что там непонятно, кто принимал решение, было несколько центров. Я говорю, ну, а ответственность кто-то будет нести, что люди умерли? За это время пока все было. Скажи, пожалуйста, какое отношение администрация, блин, президент имеет к кислородным концентраторам? И вот хочу это понять. И если они сами понимают, что никакого, какого черта Кирилл Тимошенко занимается кислородом? Какое отношение администрация президента, которая определяет политику страны и безопасность страны, занимается вообще кислородными концентраторами и строит дороги? Если они строят дороги к танковым полигонам, к границе, я понимаю, я согласен, вдоль границы вам нужна дорога, чтобы танки забрасывать. Хорошо, это национальная безопасность, но дорога Харьков-Киев, вы тут при чем? Продажа тендеров или как? Чем вы занимаетесь? Понимаешь, какая ситуация? Политика осталась, вообще ничего не поменялось, стало хуже. Все стало хуже. Горострою. Я стал относиться к нашей стране как к палеотивному больному. Это ужасно. Да вы что? Вот если раньше я думал, я для себя думал о том, что страну нельзя вылечить терапевтическими методами. Что нужен человек, понимаете, который возьмет на себя ответственность, который примет жесткие решения, который прекратит этот бардак, который объединит людей, который строжайшим образом накажет всех, кто пытается людей делить, который порубает все проекты, направленные на разделение страны. То есть я пытался для себя делать вывод о том, что надо от терапевтических методов переходить к хирургическим. Но сейчас я отношусь к лечению пациента исключительно как к палеотивному больному. И для меня это коренное изменение моей позиции. Я просто уже не вижу врачей, которые могут всем этим заниматься. Я вижу огромные силы на правом фланге, на левом фланге, которые тотально заинтересованы в том, что проект под названием «Украина» погиб. И все информационное поле заполнено. И оно фактически руководится людьми, которые заинтересованы в гибели проекта «Украина». Разорвать. Но мы поговорим об этом тоже сейчас. Хорошо. Вот по поводу карантина. Беларусь и Швеция – два ярких примера. Стран, которые не вводили локдауны. Они пошли по вот этому другому пути. Сейчас можно говорить, что они оказались правы или нет? Нет, нельзя говорить, что они оказались правы, но они оказались и не левы. Понятно. Ну, на самом деле, смотрите, цыплят считают по осени. Итоги прав-лев считают по окончании пандемии. Как можно сейчас подводить? Как вообще можно сравнивать, допустим, Швецию и Украину? Или Израиль и Украину? Ну, как можно сравнивать ту же Италию с населением 80 плюс огромным? И нас, где 80 плюс давным-давно все почили в обвозе. Минус, да. Ну, поэтому надо учитывать особенности ментальные, как живут страны. Взять ту же Швецию, допустим, да, где люди живут в основном небольшими. Ну, тебе 16 лет, как только ты завел себе полового партнера, тебя родители выгнали из дома, у тебя свое жилье, вы живете вдвоем, допустим, да. Или Италию, где живет 3-4 поколения семьи в одном доме, понимаешь? Как можно это сравнивать, правда же? То есть, естественно, страна, которая огромная страна по территории с редким населением, со свежим воздухом, понимаешь? Где люди спят и в спальне 16, и вентиляция, или 27, и все закрыто. Есть же разница, понимаешь, и так далее. А у нас, а когда ты людям объясняешь, говоришь, ребята, это давным-давно уже доказано, что вероятность завлечь прямо связана об условной системе вентиляции. О том, что сейчас я записываю специально, приглашаю ребят, вентиляционщиков, записываю программы, чтобы показать вам, ребята, что вы творите, блин, понимаете? Потому что если мы не проветриваем помещение, если у нас жара и сухой воздух, мы убиваем друг друга, понимаете? А мы рассуждаем, мы про это не будем говорить, потому что на открытой форточке ты же нихрена не заработаешь, понимаешь? Ни хрена. А на фуфломе ценных заработаешь, поэтому во всех СМИ что? Не про открытые форточки, а про то, как продать что-то, и так далее. Вот эти все крики, вот вакцина, и все типа родители за благо народное благо, вы не купили вакцины, вы бандиты, как только купят вакцину, скажут, что купили металл. Ну то есть о мировом каком-то заговоре в контексте пандемии или коронавируса мы не говорим, да? Никакого заговора. То есть те, кто пишут в соцсетях о том, что вот там где-то что-то, это все вообще фикция, то есть давайте мы им расскажем, как на самом деле дела обстоят. Естественный природный вирус вырвался, отличается высокой контагиозностью. На земле живет, на планете Земля 8 миллиардов человек, ни у одного из них нет иммунитета. Вот, ну вот естественно возникает проблема. Причем, наверное, наверное бы, если бы это был не 21 век с соцсетями, с обменом информации, с возможностью создания тестов. Ведь да, это же уникально, ведь фактически болезнь, которая диагностируется только тогда, когда ты сходил в лабораторию. Это же не корь, что ты сказал, да, а вот только с помощью лаборатории. То есть оказывается, что это болезнь, которую в принципе диагностировать можно только потому, что есть современные технологии. А без этих технологий, ну говорили бы о том, что там ОРЗ, тут ОРЗ, тут сопли, вот в этом году у меня все там куча от гриппа поумирали и так далее. А про это бы и говорили, про вспышку ОРЗ и так далее. А воспаление легких? Да, ну и воспаление легких, и лечились бы, и все такое, и так далее. Вот так бы и было. Но на самом деле, то, что благодаря коронавирусу, давайте искать плюсы теперь в этом. Вот хотела спросить, а кто выиграл благодаря пандемии? На самом деле в результате, благодаря пандемии, выиграют те, у кого есть мозги, кто может делать правильные выводы. Например, скорее всего будет, благодаря именно МРНК вакцинам, типа вот Pfizer, Moderna, обязательно будет огромный прорыв в области лечения онкологических болезней. Это очень важно. Раз. Скорее всего, будет огромный прорыв в телекоммуникациях, в телемедицине. Это очень важно. Потому что, ну вот реально, например, на сегодня, понимаешь, какая ситуация? Очень дешевое программное обеспечение в обычном смартфоне или планшете. Плюс несколько насадок, с помощью которых любая мать может к ребенку приложить стетоскоп, посмотреть ему в ухо, в нос, снять электрокардиограмму. Все это можно сделать после 20-минутного обучения, понимаешь? И не надо для этого переться в поликлинику с коляской, понимаешь? И на самом деле, если бы правильно делали выводы, правильно вкладывали деньги, то в Киеве мог быть огромный центр телекоммуникаций, понимаешь? И любая тетка в самой дальней, в самой глухой деревне, понимаешь, могла бы взять своего ребенка, прийти к местной, условно говоря, медсестре, библиотекарше, учительнице, которая бы прошла курсы, понятно? И ее бы ребенка, сидя в Киеве, видели бы классные специалисты, понятно? Опять-таки, когда сейчас для того, чтобы сделать анализ мочи, нужно опустить в мочу тест-полоску и получить все результаты. Когда гематологический анализатор, который сам возьмет кровь и так далее, стоит уже не миллионы, а несколько тысяч долларов, и все это можно сейчас убрать, все эти примитивные фельдшерско-акушерские пункты и так далее. Все это можно убрать и заменить. Это очень качественная современная медицина. И только эту технологию надо реализовывать. Надо перестать отмывать на этом деньги, понимаешь? Надо учить людей и так далее. Причем, когда сидит человек, который закончил... Понимаешь, вот я как человек, который с 1996 года... Вот в 1996 году у меня появилась электронная почта. В 1998 году у меня появился сайт. То есть моему сайту 22 года. Понимаешь? Я получил за это время около миллиона писем с вопросами. И я тебе могу точно сказать, что если бы это все то, что только я получил, отсортировать, я могу сказать, что количество вопросов, примерно 5 тысяч вопросов задают родители. Вот из всего, что они спрашивают, 5 тысяч. Причем из этих 5 тысяч 300 они задают каждый день. Все. Я могу сейчас посадить людей, которые будут отвечать на эти вопросы, и я на 90% уменьшу посещаемость поликлиник. Ну, если же они перестанут ходить в поликлинике, как выживут врачи? Как они выживут, бедные? Им же для того, чтобы выжить на их зарплату, надо, чтобы выходили в поликлинику. И так далее. Короче говоря, я очень огорчен всем тем, что мы не можем увидеть плоды всего этого. Страна, казалось бы, страна, где такие крутые программисты у нас. Да. Где очень высокий уровень образования. И сейчас весь мир уходит в это, в эти технологии. Ну, ребята, развяжите руки. Я хочу, чтобы дети, в конце концов, хотели заниматься программированием, зарабатывать деньги, уходить в IT-сектор, а не работать охранниками супермаркета. Молодые ребята. Я хочу, чтобы они перестали митинговать и рассказывать, что такое хорошо, кто любит Украину, кто не любит. А зарабатывали деньги нормальные. Ну, на митингах тоже можно зарабатывать деньги. Это же зависит от того, настоящие активисты или те, кто за деньги. А для чего служба безопасности Украины должна отделить настоящих от не настоящих и так далее. Вот для этого мы выбрали президента. Чтобы он эти вопросы, базовые вопросы решил. А поскольку эти вопросы никто не решает, то мы умираем. Мы умирающая страна. Вот по поводу локдауна в Украине. Объясните мне, где логика? Я не понимаю. Когда у нас было 15 тысяч заболевших в сутки коронавирусом, локдаун мы не вводили. А когда у нас сейчас 4 тысячи, мы вдруг захотели, оказалось, что нам очень надо ввести локдаун. У нас не 4 тысячи. У нас 4 тысячи положительных тестов. Разница огромная. Когда в холодильнике куча пропадающих салатов, никто не пойдет сдавать тесты. Они будут умирать. Они умирать будут, но тесты они сдавать не пойдут. Я это тебе рассказываю, как человек, который знает, что такое дежурство на Новый год. На Новый год дежурство в реанимации. Никто, никогда. Шансы, что кто-то приедет умирать, на Новый год не никогда. Но дежурство 1 января – это самая страшная катастрофа, которая... Прочти всех, кто не успел помиреть 31-го, они такие салаты доели и приехали умирать 1-го. Точнее, родители привезли этих детей 1-го. Это самое страшное дежурство 1-го января. Получается, если у него начнутся сударь Юрьевенка, его накроют черной тряпкой и будут продолжать бухать и доедать салат. А его привезут 1-го. А потом будут кричать, что врачи его убили. Поэтому наши люди не ходят на праздники по лаборатории. Поэтому вообще... Знаешь, я недавно увидел на BBC такое интервью. Мэр Лондона там что-то говорит. Представляете, говорит, мэр Лондона, какой ужас. Мы на сегодня, каждый 30-й житель Лондона, переболел коронавирусом. Говорит мэр Лондона, какой ужас. Послушайте, в Украине заболело официально миллион человек. А население у нас сколько? Ну, где-то около 30 миллионов где-то, да? То есть, у нас уже даже по официальной... Я хотела сказать 35. Ну, где-то... Я к чему говорю. Если у нас официально заплел миллион, то неофициально 2-3. То есть, у нас же получается, фактически каждый десятый уже переболел коронавирусом. Но они там в Лондоне психи какие-то. А у нас все спокойно. У нас президент по лыжах катается. Все классно. В локдаун с тобой же введенный. Не, ну что, я тут сейчас... Вот по центру Киева гулял сегодня. Тут такой каток красивый под Гулливером. Очень красивый каток. Тоже локдаун все соблюдают? Все носят. Локдаун, локдаун, локдаун. Вот так круто. Все соблюдают, да? Все классно. Смешные вы все. Так надо было водить или нет, скажите мне? Послушай меня. С точки зрения медицины, любые, любые методы разделения людей, они оправдывают. Они уменьшают нагрузку на стационар. А носки с колготками при чем? Это же Мурман стало уже. Сейчас подстоп. Я сейчас про носки с колготками я точно знаю. Смотри. Вот смотри. Это, кстати, очень показательный момент про носки с колготками. Когда примерно сказали о том, что локдаун с 8-го числа? Ну, с месяца назад. Месяц назад. Месяц назад вам всем сказали. Вам всем сказали. С 8-го числа будут открыты только продовольственные магазины. Вам всем сказали. Нет, блин. 8-го числа всей стране понадобились колготки, презервативы, моющие средства, пакетики для унитазов и так далее. Вот всем понадобились. Все поперлись. Понимаешь? И понятно, что это дурь. Что если ты уже зашел в супермаркет, это, послушай меня, я о другом. Смотри. А тебе смотрите. Вот что меня буквально угнетает, бесит. Просто не могу вас всех слушать. Вот есть в стране средства массовой информации. Каждый, боже, в стране врут, воруют. Понимаешь? Но страна обсуждает, блин, колготки. Понимаете? Ведь это же чистый кайф. Понимаете? Все время находится... Но про колготки же еще не было. Правильно. Потому что про коррупцию... Врут, воруют и так далее. Это же типичное... Потому что с врут и воруют. Вы уже поставили крест на том, что как врали, так и будут врать. Как воровали, так и будут воровать. Что с коррупцией ничего сделать нельзя. То есть вы уже... На это уже даже не интересно говорить. Давайте поговорим о несчастных людях, которые на колокдаун объявили, и они теперь бедняги без презервативов. Как страшно жить. Прерванный половой акт. Это не наши методы. То есть вы хотите сказать, что введенный за месяц локдаун, он основывается на математических расчетах, а не на субъективной какой-то логике. Давай сделаем так. Логика здесь действительно очень субъективная. Очень субъективная. Попытались, люди попытались с помощью локдауна уменьшить нагрузки на лечебные учреждения. Спроси у любого доктора, вот будешь встречаться с Ольгой Анатольевной в очередной раз, вот спроси ее, как вы относитесь к локдауну? И она тебе скажет, я молюсь на локдаун. Потому что в тот день, когда введен локдаун, в реанимацию поступит не 20, а 16. Понимаешь? И эти четыре, которые не поступят, дадут возможность медсестре сесть или выйти покурить. Понимаешь? И для любого человека, который находится возле больных, любой локдаун, в любое время, по математической модели, просто потому, что кому-то это брело в голову. А с точки зрения государства и других потерь, которые в других местах мы понесем? Подождем, мы начали. Ты хочешь поговорить с мной о потерях государства? И конкретно взятого гражданина в этой государстве. Так подожди, пожалуйста. У нас конкретно взятый гражданин, он как только выясняет, что он житель этого государства, у него начинаются потери. Всего. Чувство собственного достоинства. Как и смешная, но сегодня программа. Да. А что, это для нас для всех загадка? Страна, где коррупция пронизала все. На любом уровне. Где люди просто уже научились жить. Потому что, когда мы слышим вот эти все разговоры о том, какие мы все несчастные. Как страна наша катится по наклонной. Все умирают, голодают. Люди перекрывают дорогу и так далее. Потому что электричество и при этом реально запарковаться в супермаркетах невозможно. Понимаешь? То есть, мы настолько все научились выяснять отношения с государством. От него прятаться. Понимать каждый раз, что когда ты не доплатил, не заплатил налоги. И этим горд. То ты же не заплатил кому? Вот тут это самый интересный вопрос. С одной стороны, ты вроде как сволочь. Потому что ты не заплатил налоги. И поэтому не хватит врачам, учителям и пенсионерам. А здорово, если ты прекрасно понимаешь, что те налоги, которые ты не заплатил, они же 70% украдут. Понимаешь? То есть, не дал украсть тому негодяю. Да, да, да. То есть, ты наоборот. Ты просто взял эти деньги и отдал своей пожилой маме. Вместо того, чтобы кормить этих людей, мерзавцев, которые 70% украдут. Борис Михайлович Тадуров недавно в интервью мне сказал, что 300% надбавки, которые должны платить всем медикам, которые контактируют с ковидными больными, на самом деле не выплачиваются. Это так не работает. Вот на примере его клиники. Да, я слава. И в итоге получается в месяц у них 2-3 тысячи доплат за то, что они работают с этим. А как вообще это произошло? Это что, обман получается с точки зрения? Извини. У нас то, что это сплошной обман, это раз. То, что, пойми, для меня это самый болезненный вопрос. Самый болезненный. Потому, что я в своей жизни в течение суток был советником кандидата в президенты. Как вы так быстро провернулись. И как бы очень быстро понял, что я же четко озвучил, что главная проблема медицины – это кадры. И этим надо срочно заниматься. Дальше, на следующий день, после того, как я это озвучил, там коллектив из, по-моему, там около ста организаций, около ста организаций под управлением Минздрава, написали целое открытое письмо о том, что на самом деле с кадрами у нас все хорошо. Причем, еще раз говорю, это были все, куча организаций были. И как бы будущий президент это все абсолютно проигнорил и так далее. И вообще это никого не интересовало. Я реально прекрасно понимаю, что на сегодня, на сегодня. Что произойдет? Вот итоги коронавируса какие будут? В нормальных странах люди еще больше поймут цену медицинским работникам. Это раз. Далее. Профсоюзы медсестер и профсоюзы врачей – это все, что было, так не оставят. Это отдельно медсестры и врачи, это отдельно профсоюзы? Профсоюзы медсестеры – это вообще мощнейшая организация. А у нас тоже так есть? У нас есть профсоюзы. Я не знаю, я спрашиваю. За то, чтобы в приемном отделении каждой больницы была служба безопасности, ну, которой просто от побоев бы защищали врачей, да? Уже бы что-то было. Ну, это так вот, я продолжу. Так вот, медсестры и врачи, их профсоюзы, там, где они работают, они таки добьются пересмотра трудовых договоров. Везде. В Польше, в Словакии, в Германии, во Франции, в США, в Канаде. Везде. Они изменят и финансовое обеспечение, и гарантии на случай болезни, связанные, и так далее. То есть, после этого у них, после того, как они повысят все это, у них возникнет еще большая потребность в нормальных, трудолюбивых людям. Понимаешь? И наши люди, которые согласны работать по их меркам копейки, они еще больше будут востребованы во всем мире, да? И так далее. И мы, в конце концов, к чему это придет? К чему это придет? Вот смотри. Это приведет к тому, что просто вот ты хочешь, например, дома положить плитку. Вот ты куда-нибудь ткнешься, тебе говорят, квадратный метр, условно, там 50 долларов. Ты говоришь, что ты, кукнулись 50 долларов квадратный метр? Тебе говорят, ну, ходи без плитки. Ну, нету у нас плиточника дешевле, чем 50. Вот будет то же самое. То же самое. У тебя есть, вот услуги врача стоят столько-то. И больше нисколько. Вот столько меньше они могут стоить. Вот про это как раз. Я опять процитирую Бориса Тадурова. Он мне сказал, что у него в клинике, это одна из лучших украинских клиник в столице, доктор, хирург, который оперирует каждый день, он получает 7400 гривен. Это вообще как? Как это? Это повод к тому, чтобы Академия медицинских наук, комитет Рады дружно вышли на Крещатик и застрелились. Ну, все. Пойми, все эти правила игры, вот они не нами и напридуманы, и хрен знает когда. И я все жду, что кто-то когда-то решит эти правила поменять. Ну, вот бюджет. Берем и смотрим. Бюджет. Ну, давайте. Сколько процентов ВВП должно уходить на медицину? Девять. На ваш взгляд, девять? Это минимум. Девять. Я понимаю, что сейчас это невозможно. Я это понимаю, да? Но я поэтому говорю, должно быть пять. Должно быть принято, что в этом году пять. На следующий год шесть. А у нас? Потом семь. У нас, по-моему, дали там три с половиной, четыре. Я не знаю сколько. Хотя по закону. Давайте тогда вопрос конкретно. По закону не меньше пяти. Да, хорошо. Есть закон, по которому не меньше пяти. Да. А есть люди, которые проголосовали за этот бюджет. То есть, они проголосовали, открыто нарушили закон. Где Конституционный суд? Где вообще суд? Где прокуратура? Где служба безопасности? Как открыто нарушается закон? Подождите, ребят, я не понял. Ну, и все. Все, тема закрыта. Для меня лично тема закрыта. Каждый, кто проголосовал за этот бюджет, фактически совершил преступление. А какая ответственность предусмотрена за нарушение закона страны и так далее? Так, это же не просто закон. Это же закон, неисполнение которого чревато гибелью десятков тысяч людей. Более того, чревато тем, что огромное количество людей, молодых, предприимчивых, энергичных, покинут страну. И поедут, и все. Ну и дальше. Особенно, знаете, какая сейчас кайфовая ситуация. На сейчас практически все страны бывшего остатка, лагеря Польша, Словакия, Чехия, допустим, да? Они все уже поняли все. И они практически там не надо подтверждать наш диплом о медицинском образовании. Все, что тебе надо, выучить язык. Человеку, который в 23, 24, 25 лет закончил высшее медицинское заведение. Ему надо максимум год, чтобы освоить чешский, словацкий, польский, какой хотите. И он оказывается врачом в цивилизованной стране, защищенным профсоюзами. С официальной белой зарплатой. Какой, высочайшей, с уважением в обществе, со своим домом и так далее, и так далее. Господи, я помню, в 19-м мы с женой были в Вене, в Вене, и заехали, там недалеко от Вены, 60 кетров, нет, кетров 40 кетров, огромный аутлет. Мы тут заехали, и я там встретил 5 человек, ребят, они приехали из Братислава. Они, вы, что мы в Словакии, мы врачи, мы педиатры, уехали из Днепропетровска, ребята говорят мне. И мы поговорили, а как, я понимаю, никаких шансов, что эти люди вернутся. Это, знаешь, как есть на фронте санитарные потери, а есть безвозвратные потери, понимаешь, вот это безвозвратные потери. А вот вы мне сейчас это рассказываете, а я вспоминаю, как Владимир Зеленский, когда он только стал президентом, и, кстати, он об этом говорил, и когда баллотировал со своей предвыборной кампанией, что его главная цель – это вернуть украинцев домой. Он говорил, приезжайте, возвращайтесь. Это самое-самое-самое... Знаешь, Олесь, я тебе честно вам скажу, когда мы последний раз разговаривали с Владимиром Александровичем, я ему об этом рассказывал. Он уже был президентом, и я ему рассказывал о том, что мне звонили люди из Канады. И говорили, доктор, неужели это правда, что Вова победил? Неужели мы сможем вернуться? Да. Я ему об этом рассказывал. О том, чтобы вернуться, ни у кого на сегодня нет не только мыслей, у них уже нет надежды. Они уже не воспитывают своих детей там, как вы, украинцы, вы вернетесь на родину. Нет. Их уже воспитывают в понимании. Вы канадцы. Забудьте. Это мы украинцы, а вы канадцы. Понимаешь? Вы израильтяне, вы американцы, вы чехи, вы поляки. Но вам там делать нечего. В здравом уме вы не должны возвращаться. Понимаешь, какая ситуация? Что самое грустное в том, что для того, чтобы все это преодолеть в 21 веке, нужно преодолеть очень мощное информационное сопротивление. Информационное, прежде всего. Потому что информационное поле забито, забито приговорами нашей стране. Понимаешь? То есть, если ты хочешь, вот тебе нужна мотивация уезжать или оставая, все, что тебе надо, почитать новость. Понимаешь? Для этого нужны победы, просто какие-то реальные информационное поле станет другим. Оно поменяется. Ты стоишь, я тебе честно скажу, что иногда, когда я мотаюсь в Харьков, Киев, там еду на выезде сейчас из Харькова на трассе, там огромный там терминал новой почты, такой красивый, заставленный классными машинами. О, победа. Едешь по трассе, тут новая развязка, тут там светофор красивый. Вот видите, вы говорите, дороги не надо строить, Кирилл Тимошенко. Молодец. Администрация президента не должна к этому быть отношений. Администрация президента как раз должна заниматься тем, чтобы Украина дружила со всеми соседями. Дружила, ну или хотя бы не воевала. Уже со всеми надо было. Ну, с теми, кто против нас в войне пошел дружить в Сорию. Невозможно. Я же, хотя бы, хотя бы. Мы, ну, давайте сейчас. Вот с Венграми просремся. Давайте там с румынами. Ну, у нас же есть поводы. С поляками давайте выяснять отношения. С Израилем мы сейчас отношения выясняем. Вот это задача администрации президента. Понимаешь? Страну презентовать в мире, как мне, но не дороги. Уже извини. Не строительство заводов с кислородными концентраторами. Если администрация президента занимается закупками и строительством, звоняйте, это вообще никакого отношения к президенту нет. Я как раз считаю. Хотя вот многие говорят, что в стране там надо отказаться от поста президента, там и так далее. Я как раз, мое личное убеждение в том, что вывести страну из тупика может только сильный лидер с сильными полномочиями. И да, если бы у нас появился президент, который может дать всем по мозгам, кому надо, всем показать свое место, личным примером показать, как можно пахать ради страны с утра до ночи, научился коммуницировать с людьми, объяснять свои действия и так далее. Вот это все. Так вот, для того, чтобы нужно именно сильное президентское. Ну, Голобородько таким и был, есть киношный персонаж. Замечательно. Киношный персонаж. Ну, еще раз говорю. У меня почему-то внутренняя убежденность в том, что мы никогда не узнаем правду, что на Голобородько что-то у кого-то есть, ну, вот как яйцо Кощеева у кого-то в руке, и поэтому это не Голобородько. Так, а теперь сейчас расшифруйте то, что вы сказали. Я чувствую, что что-то интересное. Нет, почему? Я, на самом деле, не первый раз озвучиваю эту мысль. Я глубоко убежден в том, что Владимир Александрович ведет себя так, не потому что ему так хочется вести, а потому что он не может иначе. Почему? Потому что у кого-то в руках Кощеева яйцо. То есть на него есть компромат? Что-то у кого-то есть, да, вне всякого сомнения. А какой на него может быть компромат? Он до этого не был нигде в политике, ни на госслужбе. Коррупции не может иметь отношения. Ты не знаешь, я не знаю. Но вы так думаете. А у кого? Хорошо. Что мы не знаем? А у кого это может быть теоретически? Служба безопасности. Так служба безопасности его. Вы же понимаешь. Олеся, я как раз не готов на эти темы. Я не знаю. Но я просто... Это единственное логическое построение. Как я могу объяснить метаморфозы, которые случились? Иначе я объяснить это не могу. Ну, мои представления о логике и здравом смысле дальше этого объяснения. Просто вдруг представить себе, что человек, который готов был действительно менять страну и сохранил в этой стране все, ну, все, что эту страну разрушает, тотальную коррупцию, еще раз, везде, где только можно, понимаешь, медицину нищенскую, короче говоря, постоянное вливание деньги в какую-то дебильную пропаганду и так далее. Это ужас. Ну, то есть я вообще этого не понимаю. А вы общаетесь сейчас с Владимиром Роменцовым? Как мы можем общаться? Я же, похоже, уже там... Нет, там кто-то уже что-то накапал, как обычно, мне кажется. Там рядом с президентом есть люди, которые рассказывают, кто хороший, кто плохой. А я, поскольку все равно там бы никак не ужился бы, то, слава богу, что меня там рядом нет. Ну, почему? А вам приветы какие-то передавали? Мне? Зачем? Нет? Нет. Какие мне могут передать приветы? Ну, не знаю. Вот вы что-то не то сказали, как вы могли. Зачем со мной связываться? У меня такая аудитория. Я начну рассказывать, кто мне передавал приветы, что со мной связываться, ты что? Нет. А когда вы после меня о себе говорили? Я же никуда не лезу. Понимаешь, слава к счастью. Поэтому мне никто не передает приветы. Я, если бы я сказал, что я там поддерживать буду Васю, понимаешь, тогда может быть... А так, поскольку я ни за Васю, ни за Петю, ни за Вову, ни за кого. Сам за себя. За здравоохранение. А как вы в последний раз говорили с ним? Или переписывались? Перед выборами в Верховную Раду. Ага. И он тогда предлагал вам идти... В Раду. Вы сказали нет, и на этом общение... Да и на этом все мы закончили. А какие-то планы с точки зрения того, чтобы вы там советником стали уже официально? Вроде мы тогда... Я тогда изложил свою позицию о том, что я предпочел бы остаться советником, желательно не на зарплату. И на этом... Так Владимир Александрович сказал, что... То есть внештатно. Я говорю, да. И на этом хорошо, сказал Владимир Александрович. И вас никуда не позвали, чтобы что-то советовали, кому-то что-то рассказали? Нет, 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 нет. Я тебе честно скажу, что я примерно это все, это все, всегда всю мою жизнь. Как только любой начальник со мной поговорит, понятно, со мной поговорит, любой начальник на любом уровне, понятно, да? Я ему расскажу, что такое хорошо, что такое плохо, то после того, как мы закончим говорить, возле начальника окажутся 50 близких, которые расскажут мне ему о том, как Комаровский его пытается ввести в заблуждение и на нем несчастном заработать, понятно? Евгений Олегович, ну вот если бы сейчас, представимся, Евгений Александрович вам позвонил и сказал... Евгений Александрович, это кто? Владимир Александрович Зеленский. И сказал, я не знаю, как вы друг другу, Женя, Вова... Ну, мы на ты были, были на ты. Да, Женя. Жень, вот я посмотрел интервью, которое ты Алисе Бацпу отдавал. Вот ты меня критикуешь, ты говоришь, я что-то не так делаю. А скажи мне конкретно, ну что я делаю не так? Вот что бы ему сейчас сказать? Ну так, я бы спросил, Вова, а что ты делаешь так? Ну, для начала, объясните мне. Хорошо, давайте оценивать первое. Мы... Ты стал президентом. Раз. Как оценить вообще работу президента можно? Как? Людей в Украине стало больше? Иммиграция прекратилась? Жизнь бюджетников хоть на каком-то этапе стала лучше? Кто-то стал лучше зарабатывать, стала... Защита простого чека улучшилась, да? В прокуратуре, в судах, в больнице, в полиции стало меньше коррупции и стало кому-то проще жить. Те грани общественной жизни, по которым делится вся страна. Вот все эти религии, там, языки и все остальное. Стало что-то лучше? Что изменилось в лучшую сторону? Коррупции стало лучше? А он нам скажет, ну так здрасте, коронавирус. В какой стране улучшилось? Как можно улучшать? Пандемия выпала. Ну, несмотря на коронавирус, мы же нашли деньги, там, финансировать патриотическое кино. А финансировать-то дурова не нашли. Что, я не прав? По-моему, прав. Ну, это вот логично, да? Логично. Ну, и дальше. Изменилась как-то информационная политика? С какой страной у нас улучшились отношения? Еще раз говорю, я задам конкретный вопрос. Скажи, пожалуйста, ты назначил губернатора в Харьковской области. Ты, когда его снимал, не надо было извиниться перед страной? Ну, и перед же пятью миллионами жителями области. Извините, что я назначил не того. Я сейчас назначу лучше. Хорошо. Город. Город. Харьков. 80% населения этого города выбрали тебя как президента. Да? То есть, они тебе доверили. И 80, примерно, процентов жителей этого же города выбрали мэром Кернеса. Хороший, он плохой, неважно. Одни и те же люди выбрали тебя и его. Он умер. Ну, сейчас к чему? Город. Город. Да, город достоин был тому, чтобы президент, обратился к жителям города по этому поводу. Мне кажется, да. Это все человеческое. Еще раз говорю, без личностей. Одни и те же люди выбрали Васю и Петю. Понимаешь? Один из двоих скончался. Второй должен понимать, что это вы избиратели. Понимаешь? Вы сказали Петю. Я сказал Васю. Понятно? Я сказал, хорошо, я буду гену его. Да. Ну, вот так. А вы даете еще какой-то, хотя бы малейший шанс на то, что все-таки он вырулит? Называется синдром Иларионова. Вот то, что ты сейчас говоришь мне. Так, а у Иларионова нет синдрома. Он, наоборот, первым сказал. Я тебе рассказываю, что такое синдром Иларионова. Расскажите мне. Синдром Иларионова я наблюдаю у себя последние лет пять. Когда я слушаю Иларионова, который дает очередное интервью Гордону. Так. И он начинает говорить, с моей точки зрения, абсолютный геополитический бред. Это мне так кажется. Да ладно. Послушай меня дальше. А дальше вдруг выясняется, что он прав. Понимаешь? И я начинаю понимать, что если у тебя вот этот синдром Иларионова, это неверие в то, понимаешь, в очевидные вещи. Вот это нежелание принять очевидную вещь, которую Иларионов уже принял. То есть, он молодец. Ну, конечно, молодец. Да. Так вот, я еще раз говорю. Синдром Иларионова, это когда он тебе говорит, он говорит диагноз. Понимаешь? Ты не веришь в то, что это вот как есть люди, которые отрицают онкологию. Или отрицают коронавирус. Понимаешь? Или отрицают возможность того, что что-то изменится вот уже. Вот Иларионов, когда Иларионов сказал, что Зеленский все, это было когда? В апреле. В апреле. Я был такой возмущенный. Правда? Это уже. Да. И ты тоже. И Дима был такой же. Все болевали. И все считали, что вот на кого-то он и лоханулся, Иларионов. Потому что неправда, не может такого быть. А сейчас я понимаю, что это называется синдром Иларионова. Это как отрицание болезни, как отрицание коронавируса, отрицание очевидности. Потрясающе. Потрясающе. Вы названием такое-то. Андрей Николаевич Красавчик. Синдром Иларионова. Это значит Андрей Николаевич Красавчик. Тоже перевод неплохой. Привет. Да, Андрей Николаевич. Я думаю, вам интересно будет посмотреть наш эфир с Евгением Олеговичем. Хорошо. Давайте дальше развивать эту мысль. Ну вот хорошо. Много критики сейчас льется, сыпется на голову Владимира Александровича. Много обоснованной критики. Окей. Но представим себе ситуацию. Вот сейчас он берет и уходит. Хорошо. А кто вместо него? С одной стороны Порошенко, с другой стороны Медведчук, который вообще разорвут Украину. Но нет же альтернативы. Или вы ее видите? Скажите, есть ли та центристская какая-то фигура, которая реально объединит страну? Смотри. Я прошу прощения у всех, кто нас смотрит. Но я реально знаю, реально понимаю фамилии центристов. Ну, людей, которые реально могут объединить страну и так далее. Но я прекрасно понимаю, что если я буду называть эти фамилии, то вот те, которые справа и слева, они более серьезно будут с этими людьми бороться. Я не буду, не буду называть фамилии. То есть, я знаю, что люди есть. Я знаю, что люди есть. То есть, вы говорите о том, что есть люди сейчас, которые способны стать лидерами такими, ну, общенациональными людьми. Понимаешь, какая ситуация? Беда вот в чем. Что нельзя на сегодня, в 21 веке, нельзя стать лидером, лидером, если у тебя нет поддержки средств массовой информации и социальных сетей. Понимаешь? Вот на сегодня, на сегодня средства массовой информации полностью поделены между теми людьми, которых ты называешь. Ну, во-первых, не полностью. Во-вторых, всегда есть в информационном поле те же и соцсети и так далее. Нет, это как раз тут вопрос дискуссионный. Ну, я готов дискутировать, но я пока, я не вижу, я у людей, которым лично я там по некоторым, по многим позициям прислушиваюсь и так далее, которые мне интересны, я вижу там ряд телеграм-каналов, может быть, но не более того. Я вижу, что такие люди есть, но я вижу в том, что, знаешь, невозможно отправляться в бой, не будучи уверенным в победе или заранее зная, что проиграешь. Похоже, никто не хочет ставить на кон свою карьеру политическую, потому что такие силы будут против тебя, что ты можешь лишиться и жизни, и здоровья, и всего остального. Украина – страна политического вандитизма. Это совершенно однозначно. У нас любое политическое проект – это бизнес-проект. Бизнес-проект. У нас нет никаких идеологических споров. У нас все дискуссии на тему, кто пробьется к распределению средств. Мы вообще перестали обсуждать, там, партия, какая идеология или вообще… Ну, вождейские партии. Ну, хорошо. Все. Все вождейские партии. Ну, потому что все вождейские партии ставят перед собой. Какую цель? Распределять. Человек говорит, я лидер. Все вперед. Поэтому, а на самом деле, я, кстати, говорил об этом еще до, по-моему, вообще президентских выборов. Я говорил, что все, что надо на сегодня. Все, что надо. Я хочу, чтобы мы составили список принципиальных вопросов. Вот как можно… Ну, там, условно говоря, там. Интернационализм – национализм. Например. Ну, там вот вопрос. И что, референдум или что? Нет, нет. Вот интернационализм – один язык, два языка. Там, ну, короче говоря, вот просто, вот главное, там, да, дружить, там, летать в Москву самолетом или только поездом можно, например. Или вообще нельзя. Или вообще нельзя. Так вот, я хочу, я хочу, чтобы мы запрещали такой список базовых вопросов, которые волнуют каждого. Это вот просто человека видно по ответам на эти вопросы. И я хочу, чтобы политические силы просто поставили плюсики именно. И все, чтобы вы просто сказали, вот видите, все станет понятно. Это перед выборами, я так понимаю, анкетку надо заполнить. Да, вот каждая политическая сеть. Общество, общество. Мы бараны все. Мы бараны, которые выбирают вожака, который нас, баранов, куда-то поедет. Причем куда мы нас… Льва хоть? Куда? Во главе стада баранов. Или наоборот барана. Не знаю. Во главе. Наверное, все-таки мы пытаемся выбрать льва, но потом выясняется, что он не лев. И даже не прав. Так вот, я, собственно говоря, к чему это все? Нам хочется хотя бы до того, как мы отдадим свои шкуры вот этому льву, который нас куда-то поведет, чтобы мы понимали, куда он нас собрался везти. Вверх, вниз, направо, налево, в лес, в поле или в воду он нас топить поведет. Как ты не ложись, а все равно… Просто я представлю себе следующее. Например, вы, вот если бы перед выборами, да, вы задали конкретным кандидатам президентки очень конкретный вопрос. Да. Одна церковь, один язык, никакой федерализации. Ну, ты за федерализацию или нет? Ну, в конце концов, мы же прекрасно понимаем, что, допустим, тот же Порошенко скажет, что он нет. Я за унитарный. Ну, вопрос не в этом. Ну, я не утверждаю, что я однозначно прав. Но я лично, да, считаю, что федерализация убьет Украину как проект независимый. Но вопрос не в этом. Я хочу, еще раз тебе говорю, что вот эти базовые вопросы. Ты за федерализацию или против? Ты за… Вот все то, что я сейчас… Ну, тема интересная. Так вот, еще раз. Я хочу, а может быть, нам надо взять это на себя? Вот есть же, в конце концов, у нас определенные количество там людей, которые имеют отношение к этому. Вот давайте разработаем, соберемся вместе. Есть блогеры известные, журналисты, руководители интернет-изданий. И создадим опросник. Вот такой. Причем, еще раз говорю, там не должно быть много… Максимум три варианта ответа. Максимум. Ну, вот, например, если федерализация – да, нет, не надо ничего объяснять. Скажи просто. Продажа земли – да, нет. Марихуана для лечебных целей – да, нет. Еще раз говорю. Просто и мы вообще будем… И твое издание говорит о том, что пока политическая сила не ответит на эти вопросы, мы вообще не будем упоминать эту политическую силу в нашем средстве массовой информации. Хотите к людям обратиться? Скажите, пожалуйста, перестаньте ее лить. Направо, налево, туда-сюда. Вот, давайте, я примерно 20-30 вопросов таких уже готов задать. Готов. Я не считаю, что губернатора должен назначать президент. Это глубочайшая ошибка. Интересный стартап, Евгений Олегович. Стартап – это же тут же бизнес-проекта нет. Хотя у нас же политика – это бизнес-проект. Нужно попробовать. По поводу темы информации хочу развить историю. Вот твиттер полностью удалил аккаунт действующего президента США впервые, Дональда Трампа, у которого там больше 88 миллионов подписчиков. А вот скажите, сколько у вас в разных соцсетях подписчиков? Около 13 миллионов. Это вот все? Это всего. Твиттер, Инстаграм, Тикток. Нет, у меня твиттером я практически не занимаюсь. Фейсбук. Фейсбук. Ну, я даже понимаю, там смотреться. Там надо понимать, что там есть пересечения. Если без учитывания 2,5-2,7 Ютуб, 9 Инстаграм, 1,5 Фейсбук, 600 тысяч Тикток, 600 тысяч ВКонтакте. Ну, короче, в общей сложности. Телеграм, нет? Телеграм 100 тысяч. Ну, потрясающе. Да. Ну, то есть я, в общем-то, я прекрасно понимаю все это. Да, это порядка. Еще раз говорю. Знаешь, что я тебе хочу рассказать еще, чтобы вы понимаете? Мои подписчики. Это уникально. Сейчас я тебе объясню, почему. Секта. Нет, тут просто что такое мои 9 миллионов в Инстаграме? Вы не понимаете. Сейчас я тебе объясню. Вот смотри. У нас есть такой один общий друг. Знаешь, наверное, его Гордон фамилия. Вот этот Гордон, он как возьмет какое-то интервью. Да, ну там миллион подписчиков. А потом Гордон взял какое-то интервью и записал, в котором шла речь о детях. Ну, там про методы воспитания детей Гордон решил поведать. И у этого интервью там что-то, по-моему, 10 тысяч просто. А я не... Обрати на это внимание. А ты придешь... Методы воспитания, чтобы Гордон... Да-да-да, вот ты посмотришь, что такое. Интересно. Причем, заметь, это интервью про детей, которые дал Гордон. Что уникально. Даже его жена не смотрела. Да. Понимаешь, что прикольно? Так вот. Такое уникальное. Резкость. То есть, понимаешь, для того, чтобы собрать аудиторию, надо говорить про войну, про политику, понимаешь? Про там голых баб, про рассказывать анекдоты, матюкаться, рассказывать, кто у кого украл. Вот тогда собрать аудиторию легко. Собрать 9 миллионов человек на детях... Послушайте, вот не надо. Вот не надо рассказывать. Когда он делает интервью с вами, а это в основном тема детей. Да какие там темы детей? Да-да-да, не надо, не надо. И тема медицины, и тема детей. Вот все то, что важное. Вот на самом деле здоровье, наша жизнь. Там миллионные просмотры. Поэтому вот не жалуйтесь. Я, собственно говоря, к тому говорю, что на самом деле 9 миллионов, которые собраны вокруг темы детей, это примерно... Ну, можешь умножать на 3, если сравнивать там с искусством, с эстрадой, со всеми делами. Нет, это верное ваше. Все, понятно, все. Ну, это как бы вот за это... Я к чему веду? А вы не боитесь, что при таком прецеденте вас тоже могут или удалить, или заблокировать? Ну, ради бога. Ну, хорошо, дальше что? Ну, вот меня удалят. Ну, дальше что? Во-первых, давай так. Я занимаюсь просветительством. Это моя миссия. То есть в политику не идешь, в безопасность. Конечно, вне всякого совмещения. И более того, для меня этот вопрос вообще вопрос, очень важный вопрос в плане личной безопасности для меня. Я тебе объясню, почему. Потому что любой политик прекрасно понимает, что если я за или я против, то вот эта аудитория, которая за мной стоит, она тоже может как-то изменить свое мнение. И поэтому, если я не за кого, то я в безопасности. Как только я принимаю какую-то сторону... Может наступить время, когда вы будете за кого-то. Потому что есть ситуации, когда надо рвануть рубашку и сказать то, что ты думаешь. Но, собственно говоря, вы всегда высказывали свое мнение, и вы особо никогда ни на кого не обращались. Ну, по большому счету да, но еще раз говорю, я до сих пор, я очень болезненно отношусь к интернет-травле. Очень болезненно. Я плохо к этому. Но вы понимаете, что в основном это боты, что это просто технология за деньги. Я же победил эту тему. Я понимаю, но так почему расстраиваться? Это как по поводу синдрома, как вы назвали, Иларионова. То есть вы понимаете, что болезнь, она вот такая, она имеет свои причины, следствия, и потом, собственно говоря, выздоровление наступает. А вы расстраиваетесь? Не, Олег, я на самом деле, тьфу-тьфу-тьфу, я в этом году, вот это в 2020 году, я наконец-то эту тему решил для себя. Так. Ну, просто я создал новый ресурс, который называется журнал доктора Комарокска, очень дорогой. Это с подпиской, да? Да, да. Когда украинцы готовы платить за контент? Нет, не украинцы, кто угодно. Ну, не важно, но я говорю о нас, о нашей стране. Ну, о нашей стране. То есть человек может зайти, подписаться, и это дорого, это стоит доллар в месяц. Дорого, дорого, дорого. Я тебе объясню, почему это дорого? Потому что доллар в месяц, оказывается, абсолютно непреодолимая преграда для хейтеров. Абсолютно. Вот цена этому быдлу, понимаешь? Доллар в месяц, это много. Красиво. Понял? Вот смотри, естественно, наученный горьким опытом, я в журнале в этом, там премодерация комментариев. И вот там сейчас 8 месяцев журнал существует, там около 30 тысяч комментариев, ни одного не удалили. То есть ни одного дурного слова. То есть вот этим всем... Но это приходят те, кто вас реально хочет слышать, любит, знает, доверяет. Даже вопрос не в этом. Которые реально понимают, что Комаровский не будет продавать информацию для того, чтобы заработать на... Он будет говорить правду. Вы зарабатываете на этом журнале? Ну, это, конечно, заработок. Естественно, это заработок. Сколько вы зарабатываете? Сколько? Ну, если у тебя, там, допустим, 5 тысяч подписчиков, ты будешь зарабатывать 5 тысяч долларов в месяц. Но есть же, опять-таки, ты же не просто... Понимаешь, тебе же надо, для того, чтобы эти люди у тебя были, тебе же надо создавать контент. Конечно. Ты понимаешь? Конечно. А это другой вопрос в том, что есть, оказывается, очень большая разница, например, создания контента для Ютуба, открытой платформы, да, и для закрытой платформы. Ну, вот я тебе приведу пример такой. Например, если ты запишешь видео о плюсах и минусах применения или использования Кока-Колы, то тебя же обязательно обвинят в том, что тебе либо Кока-Кола дала деньги, либо, наоборот, тебе дала деньги Пепси-Кола, кто-то ждал. Понимаете? То есть, эта информация заведомо, ее нельзя делать дальше. Ну, например, есть лекарство, которое называется, допустим, парацетамол. И парацетамол выпускается в, ну, только на рынке Украины, больше ста торговых названий. Понадол, Калполы, Фералган, ну, сама, как мать, это прекрасно понимаешь. И вот я точно знаю, что вот это название, вот это, на рынке Украины 90% это фальсификат. Если я озвучу это в открытом доступе, в Ютубе, да, естественно, перед мной будет перспектива чего? Процессов каких-то. Да, абсолютно. У меня есть закрытый аккаунт. Я могу там об этом рассказать, я расскажу только своим тем, кто знает, что на этой информации я… Хочется прямо на вас подписаться. Нет, ты не потянешь, у тебя муж бедный. Ваша семья… Так я сама. Да, ну смотри, да, ты же должна, все-таки. А у тебя что, доллар в месяц есть на Комаровского? Подумай, подумай, Олесик, подумай. Конечно, это будет большой удар по семейному бюджету. Ну, тем не менее, знаешь, обычно все-таки люди подписывают на премиум аккаунт в Ютубе, это дороже. То есть, вы мне сразу сейчас уже понимаете, мало того, что я на доллар согласилась. Нет, я чувствую, я сейчас два заплачу. Нет, 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 почему? Я просто пытаюсь тебя сортировать, что, например, там аккаунт, дополнительные гигабайты в Гугл или в Дропбоксе, или там премиум аккаунт в Ютубе, или Ютуб Мьюзик, или, не дай бог, ты этот самый, как его, Нетфликс. Это же в десятки раз дороже, чем Комаровский, понимаешь? Нетфликс – это 11 долларов в месяц, а Комаровский всего один. А вы сами подписаны на Нетфликс? Нет, конечно, это дорого для меня. Ну, ладно. А я мне никогда сериалы смотрю, еще деньги на это смотреть. Как вы относитесь к истории, в принципе, с Трампом, с Твиттером и вот с захватом Капитолия? Ну, очень показательная история, на самом деле. И главное то, что никому из тех, кто зашел, размахивая руками в нарушение закона, кто поднялся по ступеням Капитолия, никому это не сойдет с рук. Да, уже ФБР начала отслеживать, приходить в дома. Так, может, нам надо всей страной понимать, что эволюционирование от Майдана к законопослушности, может быть, это будущее за этим? А вы проводите параллели эти, да? Ну, те люди, которые в самых жестких и решительных словах осуждают захват Капитолия, это те же люди, которые в самых жестких словах приветствовали украинскую революцию. Ну, среди моих знакомых я не могу такой параллель прояснить. У каждого разные параллели, но, по крайней мере, у меня, по крайней мере, сложилось так, что демократическая партия США, которая категорически осуждает их революционные прорывы, она всячески приветствует наши революционные партии. Мне это непонятно. Хорошо. Мне непонятно наше равнение на эти институты демократии в такой ситуации. Может, давайте равняться на то, что, да, невозможно остановить толпу, да, но после того, как энтузиазм толпы схлынет, можно расставить точки над «и». Вы биткоины покупаете? Нет. Почему? У меня нет свободных средств таких. Наверное, если бы… Ну, это вообще не мое. В 2009 году доллар стоил биткоин. Вот я же не такой умный. В 2009? Да, был. Это мы сейчас все умные. Да. Хорошо, а куда вы деньги вкладываете? Чего ты говоришь-то? Свободные. Но у вас же есть какие-то свободные деньги? Я вкладываю свободные деньги в отдых, в рыбалку. Вот. Для меня это важно. Я вообще понимаю, все больше и больше понимаю, что, знаешь, жизнь, все-таки, вся жизнь борьба – это неправильно. Мы живем для того, чтобы радовать близких, радоваться самим, получать удовольствие от общения с друзьями. Надо окружать себя хорошими людьми по максимуму. Это вот это… Именно поэтому меня воротит от украинской политики. Именно воротит. Я вижу огромное количество людей, способных на все ради кусочечка власти, возможности унижать других людей, возможности быть выше. Вот это то, что мне настолько непротивно, я все равно вспоминаю, как моя максимальная власть, которая у меня была в жизни, если говорить о должности какой-то. Это должность заведующего отделения, у меня в подчинении было там 5 врачей и 30 медсестров, а еще и 20 санитаров. Вот для меня всегда там сделать медсестре замечание была очень большая проблема, понимаешь? Вот я не тот человек, который будет кого-то там нудить, воспитывать, орать, строить, ну это вообще не мое. Я воспитывал двух человек, старшую медсестру и сестру-хозяйку, они уже воспитывали по диагонали там, понимаешь? Ну правильно. Так вот, я вижу людей, которые именно для которых главный наркотик в жизни – это возможность управлять другими людьми. Я вижу, какое огромное количество людей готово присмыкаться, унижаться, только чтобы получить свой кусочек власти, понимаешь? Которые готовы на все возможные преступления, даже не ради денег. Потому что, похоже, большего, вот есть люди, для которых большего кайфа, чем унижать или властвовать над другими людьми, просто нет в жизни. Это мне настолько непонятно. Вот я просто это вижу, почему я тебе объясню. Потому что как только эпизодически в украинском информационном поле проходят то ли слухи, то ли информационные волны о том, что Комаровский куда-то идет. Что он будет советником президента, что он станет министром здравоохранения. Что, короче, и как только я вижу, как эта волна вот пошла, я тут же начинаю получать, ну это какой-то сотни писем в день во все мессенджеры. Все мессенджеры, все мессенджеры, что доктор, я готов проявить невиданную личную щедрость и преданность, но я должен быть рядом с вами. И я готов на все и так далее. Я вижу, я представляю, боже, это же меня только, только-только, вот я, слухи прошли о том, что я стану министром. А если я, не дай бог, им стану, что они, боже, мне это страшно. Я просто, это на самом деле очень плохо. Я говорил об этом, еще раз повторяю. Наша главная на сегодня проблема, главная, это отсутствие морали. Вот мы деградировали как общество, мы перестали обсуждать темы, вот базовые вопросы, ответные вопросы, что такое хорошее, что такое плохое. Мы перестали любить друг друга по-настоящему, хотеть радоваться за успехи других людей. Мы ничего не можем сделать со злорадством, как национальной идеологией. Я прекрасно понимаю, что если со мной что-то случится, то какое количество людей будут счастливы, просто счастливы. Вот те люди, которым я мешаю, мешаю зарабатывать деньги на продаже фуфломицинов и так далее. Вот все они будут безумно счастливы. И поэтому мне хочется так держаться от всего этого подальше, чтобы не делать их счастливы. Хорошо. У тех украинцев, у которых есть немножко свободных денег, куда бы вы советовали им их вкладывать? В домик на берегу Дуная. Так. Ну, хорошее, если у вас есть немножко. Понимаешь, если у вас немножко денег, понимаешь, какая ситуация. Я это уже понял. Для того, чтобы принципиально менять аллоризм действий, надо зарабатывать не больше, чем у вас есть, а больше на порядок. Тогда вы можете изменить что-то, понимаешь? От того, что ты будешь получать, у тебя есть тысяча долларов в месяц свободное, это ничего не изменит в своей жизни. А вот если у тебя есть 20 тысяч долларов лишних, то тогда вкладывай их. Я, понимаешь, какая ситуация. Как можно рекомендовать вложение денег в страну, в Украину, если любой участок земли может быть завтра приватизирован кем-то другим, может быть, рейдерский захват. А в себя можно вкладывать? В себя можно, в свое здоровье, конечно, можно. В своих близких можно, в свой отдых можно, в свое образование можно. Вы, кстати, отдыхать сейчас поедете куда-то? А куда сейчас можно поехать? Ну, в то, куда можно поехать. Я лучше, у меня в Украине есть лучшие возможности для отдыха. По Украине? Да, пока сейчас да. Когда, примерно, мир вернется к более-менее обычной нормальной жизни? Ну, я предполагал конец 22-го. Ну, вот по эпидемиологическим, как бы, рамкам, ну, я не хочу накручивать так. То есть, если поймите, вот смотри еще раз, вот представь себе просто, смотри, какая сейчас ситуация. Она очень грустная, на самом деле. Вот смотри, мы получили вакцину. Ее много, ее хватает на всех. И вакцина действительно может остановить вспышку, уменьшить нагрузку на лечебные учреждения. Она может. Но, если мы взяли город, например, Киев, да? И вот в городе Киеве привили 100 тысяч человек. Вот в течение двух дней. Из этих 100 тысяч людей, сегодня привитых, понимаешь, обязательно из 100 тысяч человек в течение ближайших там суток, два-три умрут. Вот естественных причин. Как только начнется массовая вакцинация, все информационное поле будут заполнены информацией о том, как кто-то умер после прививки. Нет, ну это же везде, это сейчас ситуация, которая касается не только Украины. Подожди минутку. Понимаешь, какая ситуация? Когда вот Израиль на сегодня, которого цифра, он приближается уже к тому, что они привили около 20% населения. Уже, представляешь? Так вот, они планируют к марту вообще закончить вакцинацию населения страны. Представляешь? Это вообще. Так вот, когда там кто-то подобную информацию что-то распространить, ну, про то, что вот вакцина убила, то тут же президент, врачи, средства массовой информации, понимаешь, начнут рассказывать о том, что после не значит из-за, о том, что должна быть причина следствия связи. У нас депутаты Верховной Рады пишут, не стесняясь, понимаешь, пишут о том, что ковида не существует. Не, ну, сейчас Фейсбук уже начал удалять эти записи. Так, слава богу, уже видно. Хорошо, ну, подожди. Фейсбук начал удалять, а партия не считает, понимаешь? Удалить. Удалить. Нет. А я считаю вот отсюда, понимаешь? То есть, понимаешь, какая ситуация? Что если человек, который является депутатом правящей партии, правящей партии, рассказывает о том, что все вакцины бред, что ковида не существует, я хочу только одного, чтобы его завтра укусила бешеная собака. И я хочу посмотреть. Он будет рассказывать, что все вакцины бред или побежит вакцинироваться от бешенства. Вот я хочу просто посмотреть на него, понимаешь? Понимаю. Поэтому, я к чему говорю, мы опять упираемся в ту самую информационную политику. Поэтому, применительно к Украине, скорее всего, у нас вакцинация в достаточном объеме будет невозможна, потому что нет информационной... Ну, послушай меня. В Украине привито на сегодня максимум 50% детей. Максимум. Это в лучшем случае. Наша история, в принципе, с прививками, с планами, это ужасно. В Украине, Украина чемпион мира. И рассказывает, что не надо прививаться. Да, чемпион мира по заболеваемости корью. Украина в центре Европы. Понимаете? Даже более 150 тысяч заболевших корью ничего не изменили в отношении страны к вакцинации. Понимаешь? Все. Не знаю, о чем вы говорите. Что, как. Я просто так себе надеялась, что к лету ситуация в мире выровняется и уже будет более-менее. Скорее всего, да. Скорее всего, выровняется. Хотя бы потому, что все-таки, как мы уже понимаем, к лету заболеваемость. Я имею в виду, выровняется и пойдет дальше нормально. Выровняется и потому, что эпидемиологический процесс такой. Но дело просто в том, что все равно осенью будет опять подъем. Как только начнется. У нас закончится отопительный сезон, откроются окна, люди выйдут на улицу, будет уменьшение. Ну, будет уже, во-первых, вакцинировано сколько по разным странам. Тут нет. А там да. Плюс переболевших все-таки какой-никакой, но иммунитет уже будет. Конечно, будет так. Да, да, да. Я согласен. Но поэтому, наверное, будь я человеком, который принимает медицинские решения, я бы попросил две цифры. Две цифры. А, потери от ограничительных мероприятий. Дайте мне реальные цифры экономических потерь. После того, как мне сказали, вот цифры. А теперь давайте подумаем. Вот мы озвучили цифры. Если мы вводим ограничительные карантинные меры, мы теряем, допустим, столько-то, миллиард долларов. А теперь давайте представим себе, что мы этот миллиард долларов вкладываем в систему здравоохранения. Да? И подумаем. И после этого давайте посчитаем наши возможности. Сколько мы теряем. Давайте посчитаем. Просто нужна объективная информация, статистику. Дайте мне статистику. А, Евгений Олегович, а будет эта история, когда мы и другие люди не сможем путешествовать, по крайней мере, в цивилизованные страны, если у нас не будет справки о том, что мы вакцинировались? Скорее всего, да. Ну, по крайней мере, я когда-то просто, все, опять-таки, все время ощущение деже. Ну, смотри, в, по-моему, 6 или 7 лет назад в Исламабаде, напомню, это столица, в Пакистане, прямо в центральном аэропорту Исламабада был прививочный пункт. Да. Ни один житель Пакистана не мог купить билет на самолет, пока ему не накапывают в рот вакцину от полиэмилита. Так а же уж капать, если он в самолет сел, а если он уже полиэмилитом больной? Нет, он, ну, к счастью, к счастью, с полиэмилитом больной далеко не улетишь, но вопрос в другом. Так вот, скорее всего, мы приведем просто к тому, что, я вообще этого не понимаю, немножко вот этих наших европейских друзей. Понимаешь, какая ситуация? Нам мотивировали безвиз нашим политическим строем, фактически. Ну, то есть, политика безвизовая определялась нашей... Да, вот это, понятно, мне почему-то казалось, что безвиз, безвиз имеет и другие корни, должен иметь, по крайней мере, ну, нельзя выводить безвиз со страной, где привито 50% детей официально, а из этих 50%, которые официально привиты, половины куплены избравки. Так это повод, чтобы, собственно говоря, государственную политику по прививкам плановым другую проводить. Да, но я, исходя из этого, я прихожу к выводу о том, что, на самом деле, в конце концов, вакцинация жителей Украины, это определяет здоровье, прежде всего, жителей Украины. Ну, это же очевидно, мы сами по себе, мы заинтересованы. Конечно. Так вот, нашим европейским друзьям, нашим европейским, абсолютно насрать. Привиты наши дети или нет? Какие у нас детские больницы? Сколько денег у нас поручают врачи? В каких условиях находятся наши учителя? Понимаешь? Им на это на все абсолютно наплевать. Но на то, на каких языках нам говорить, с кем нам дружить, куда, им не наплевать. И эта политика не то, что трехстандартная, а очень странная. Поэтому я хочу, чтобы мы в конце перестали... Нам надо, чтобы нам было не наплевать. На наше здоровье, на все странно. Поэтому нам надо перестать. В чем здесь наши европейские друзья? Они своими странами занимаются. Причем тут... Ты сейчас произносишь фразу. Причем тут наши европейские друзья? Хотя перед этим мы пять лет только и говорили о том, что сказали наши европейские друзья. Как наши европейские друзья отреагировали на наше путешествие туда-то, туда-то на принятие наших законов. Но это же извечная вот эта вот ситуация, когда нужно на кого-то постоянно смотреть и кивать в свою сторону. Сначала Россия, теперь Европа, потом еще Америка. Зачем? Если нам нужно о себе думать. Так я хочу, в конце концов, услышать политика, которая выберет не между Россией и Америкой, а политика, которая выберет между Украиной и не Украиной. Вот же для чего мы делаем. Понимаете, я хочу, чтобы политики выбирали Украину. Украину, чтобы они не думали о том, что почему нам, нам, стране с такой природой, с такими людьми, с такими базовыми культурными ценностями, почему мы должны к кому-то идти? Почему? Почему мы не можем сами у себя определять, как нам жить? Что нам есть? Как разговаривать? Каким богам молиться? Почему? Ну, мы должны были бы, если бы на нас еще не нападали соседи северные, территорию не отбирали, не рассказывали нам, что мы тут притесняем кого-то, понимаете? Ну, там же ж не только северные соседи рассказывают, северные рассказывают, нужные тоже рассказывают. Те, пожалуйста, но они хоть не нападают. Спасибо им за это. А эти, извините, пришли с оружием. К счастью, мы от них далеко. Я думаю, что если бы мы были как Куба, мы бы тоже тут, к нам бы тоже пришли. Куба рядом, Куба. Да, да, да. Мы же не Гондурас, не Гватемала, у нас все попроще. Хорошо, давайте вот закончим чем-то мы говорили уже сегодня, такой веселый у нас вечер, веселая программа. Давайте реально закончим анекдотом. Каким-то веселым, может, вашим любимым сейчас. Четыре строчки, все. Очень такой фильм. Сам мой внук, кстати, выучил этот стих. Бобры загрызли Буратино. Он весь в березовом соку лежит в траве, раскинув руки, и дятлы кружатся над ним. А автор-то кто? Ну, это стишки-пирожки. У него там есть автор, и все время они там выскакивают куда-то. Там еще есть такое, даешься на эту тему. Стишки-пирожки, это они такие, вот мне нравится там оптимизм. Забыв топор на месте казни, палач торопится назад, а мать кричит ему вдогонку. Еще бы голову забыл. Все, я чувствую, градус повышаем. На этом мы можем заканчивать, Евгений Олегович. Спасибо вам за интервью. Пожалуйста. Да. Оптимизма тебе, моя дорогая. Нет, оптимизма я хочу пожелать всем нашим зрителям. Давайте. Оптимизма. Оптимизма. Спасибо. Спасибо.